Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами продолжаем тему семьи и семейных кризисов. Мы уже подробнее с вами говорили о нормативных семейных кризисах. И сегодня мы продолжаем эту тему и поговорим о том, что кризисы возникают не только в определенный период жизни семьи, но, скажем так, они могут быть результатом определенных событий, несчастных случаев, которые случаются с одним из членов семьи. Бывает, кто-то теряет работу, кто-то теряет здоровье. В семье появляется ребенок с особенностями развития. Да вообще много чего может происходить с семьей, что приводит к кризису. И сегодня мы с вами остановимся подробнее на теме, которая многим нашим читателям-подписчикам вообще знакома не понаслышке. Это появление в семье тяжело больного ребенка. Безусловно, это очень тяжелое испытание для всех членов семьи и семьи в целом. Почему так происходит? Потому что семья часто сталкивается с тем, что это полностью меняет уклад жизни. Это полностью изменяет отношения внутри семьи. Это полностью меняет характер и роль членов семьи, супругов. Часто это сказывается не только на материальном положении семьи, но и на тех функциях, которые выполняют супруги. Так получается, что происходит определенное расслоение внутри семьи. Кто-то становится в буквальном смысле опекуном ребенка и все свои усилия, всю свою энергию, всю свою энергию тратит на уход за ребенком. Как правило, это бывает у мамы. И все ее силы энергии направлены на ребенка. Она очень эмоционально привязана бывает. И поэтому ей психологически часто становится сложнее в этот момент, потому что она пытается не только найти себе силу и энергию для ухода за ребенком, но ей приходится отвечать на вопросы, почему так случилось. Ей приходится искать ответы, что делать. И это часто требует огромного ресурса, может быть, даже большего, чем просто физический уход. В этот момент, к сожалению, бывает так, что влияние из вне или давление из вне социума тоже не самым лучшим образом сказывается на взаимоотношения внутри семьи или на психологический климат внутри семьи, ощущение каждого из его членов. К сожалению, так бывает, что на маму возлагается вина или ответственность за сложности ребенка, за его, может быть, где-то нежелательное или проблемное поведение. Не всегда понятно, что происходит с членами семьи, хотя это поведение можно назвать предсказуемым и понятным для тех, кто понимает особенности развития. К сожалению, в этот момент происходит так, что у одного из членов семьи, которые занимаются уходом или лебитацией ребенка, не остаются временны на себя, на свои прежние увлечения и хобби. Личная жизнь куда-то уходит на второй план. Часто рвутся социальные связи, которые были до появления ребенка с особенностями развития. И это объективно. Так происходит в большинстве семей. Но в то же время супруг, как правило, это все-таки бывает папа, муж, он сохраняет свои социальные связи, круг общения. И очень часто как раз в этом моменте жизни семьи и возникает напряжение. Могут возникать взаимные обиды, недовольства, упреки. И часто на этом фоне и разгорается семейный кризис, который, к сожалению, может приводить к распаду семьи. Сегодня мы с вами поговорим об этом подробнее. Мы поговорим о том, что происходит в этот момент в семье. И самое главное, что делать. Как помочь друг другу. И как сделать так, чтобы семья сохранилась, а не разрушилась. Как сделать так, чтобы она сплотилась и помогла друг другу, и в то же время помогла ребенку адаптироваться к особенностям развития ребенка. Подробную статью посмотрите под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok